Кто вам устанавливал варочную панель? Вы меня не спрашивайте ничего. Пожалуйста, разговаривайте с ним. Вы пришли, я вообще не в курсе ничего. Не в курсе, хозяйка. Никто устанавливал варочную панель и духовой шкаф. Как и не в курсе, что все это время она готовила на бомбе замедленного действия. На момент проверки газовиков, к счастью, для жильцов утечки зафиксировано не было. Иначе очередной дом мог попасть в печальные сводки. Подобно трагедии в Волгограде. Там произошел взрыв и уничтожил целый подъезд, похоронив под собой тех, кто там был. Чтобы не дождаться последствия, наоборот, предупредить опасную ситуацию, специалисты проверяют и, если надо, отключают от доступа к голубому топливу всех, кто не печется о безопасности своей и окружающих. В настоящее время проводятся усиленные рейды по тем квартирам, в которых отсутствуют договоры на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Проблема действительно серьезная, потому что у 38% абонентов по всей Волгоградской области отсутствуют договоры на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Это означает, что у 38% потребителей газа не производится положенное по закону обслуживание и, соответственно, ремонты газового оборудования, что чревато возникновением ЧП. В областной столице договоров нет почти у каждого второго абонента своеобразная лотерея, где играют на жизнь. Это может быть плита, которую присоединили к газу консультанты магазина бытовой техники или колонка, которая так сильно пригодится, когда отключат горячую воду. Но до тех пор, пока подсоединение не проверил сертифицированный специалист, значит, под угрозой все, кто находится рядом. Об этом каждый раз напоминают участники рейда всем беспечным нарушителям, в том числе и тем, кого уже отключили. Заключить можете договор с любой специализированной организацией на обслуживание газового оборудования. Одна из них – крупнейшая и старейшая компания области с круглосуточной диспетчерской службой «Газпром» газораспределения «Вологда». Те же, кто все-таки будет уклоняться от заключения договора, могут получить штраф до 2000 рублей, если последствий нет, и до 30 тысяч, если угроза для жизни и здоровья людей возникнет. А если попытаться самовольно подключиться к газу, даже при самом удачном стечении обстоятельств, можно и вовсе оказаться за решеткой. Павел Громов, Евгений Тюнев, Новости «Вологда».